Льюис Кэролл Льюис Кэролл Льюис Кэролл, настоящее имя которого Чарльз Лютвидж Доджсон, английский математик, логик, диакон, изобретатель и немного писатель, родился 27 января 1832 года в доме приходского священника Чарльза Доджсона в небольшой деревушке Дарсбери в графстве Чешир. Отец Льюиса Кэролла с абсолютно идентичным именем Чарльз Доджсон сделал карьеру священника. Он преуспел в математике и классических языках, окончил университет с отличием, стал преподавателем математики в Оксфордском университете, а также стипендиатом своего колледжа и был рукоположен в Сан-Дьякона. Для более высокой должности ему пришлось бы стать безбрачным. Однако в 1827 году он женился на своей кузине Фрэнсис Джейн Лютвидж, которая стала матерью Льюиса Кэролла. В число детских увлечений писателя входили прогулки по окрестностям со спусками в заброшенные шахты. Видимо, так и зародилась идея с падением Алисы в кроличью нору. Льюис Кэролл оставил нам тщательно организованный архив писем и подробные тома дневников, а полстолетия спустя племянницы-наследницы вырезали оттуда ножничками все неподобающее, заставив читателей на долгие века вперед подозревать что-то скандальное в уничтоженных страницах. В 13 дневниках Доджсона отсутствует по крайней мере 4 полных тома и около 7 страниц текста. Пропажа томов остается необъяснимой, страницы были удалены неизвестной рукой. Простите, не поверю. Этого быть не может. Рукописи не горят. Большинство ученых предполагает, что материалы дневника были удалены членами семьи в интересах сохранения фамилии. Но это не было доказано. За исключением одной страницы, в его дневниках отсутствует материал за период с 1853 по 1863 год. Тогда, когда Доджсону было 21-31 год. В этот период Чарльзом была написана обширная любовная поэзия. Этот факт привел к предположению, что стихи были удалены, поскольку они являлись явно автобиографическими. Но даже если там и нет никакой крамолы, Доджсон закономерно распадается на двух трудносоединимых людей. Один – мрачный, нелюдимый, заикающийся. Заикание было семейным недугом Доджсонов. Глухой на одно ухо, после перенесенного в юношестве коклюша. Хмурый математик. Одним словом – диакон. Как бы знать, в чем смысл страданиям моего. Почему мы держим бесом? Но есть же и другая сторона Доджсона. Льюис Кэррол. Увлеченный друг детей и не только детей. Любитель театра, весельчак. Устроитель безумных чаепитий и детских аттракционов. Человек, с которым многие мечтали бы познакомиться, а лучше подружиться, несмотря на все его викторианские странности. С самого детства Льюис присматривал за маленькими детьми. И это неудивительно, ведь уже в 7 лет под его присмотром были 5 сестер и 3 брата. А к 9 годам у него появились еще 2 сестренки. Развлекал он такую большую компанию, смастерив первый в своей жизни театр марионеток, в котором играл собственные пьески. Там деревянные солдатики, коварные короли и капризные принцессы говорили его голосом на разные лады. Когда Доджсону понадобился псевдоним для публикации юмористических стишков, он взял два своих имени Чарльз Людвидж. Второе, как было принято в те времена, фамилия матери. Перевел на латынь, получилось Каролюс Людовикус. Поменял имена местами и затем перевел Людовикус Каролюс обратно на английский язык. Знакомый метод, не правда ли? Так родился Льюис Карол. Не другой человек, а обратная сторона все того же Доджсона. Напоминание, что и у других у всего есть своя обратная сторона, свое внутреннее зазеркалье. Достоверно известно, что он был силен в математике, что в 1855 году, после окончания Оксфордского колледжа Крайтс Черч, колледж церкви Христа, остался там профессором и много лет читал лекции, которые студенты воспринимали как скучный бубнеж, что страстно при этом увлекался шахматами, что большая часть его скудного заработка уходила на фотографические опыты, что его помешательство на театре не могло заслужить одобрение англиканской церкви. Кэрол проявлял интерес к разным областям науки. Он был одним из первых членов общества психических исследований, принимающих за реальность способность чтения мыслей. Профессия преподавателя математики в Крайтс Черч давала Кэролу достойную финансовую безопасность. Удивительно, что математические работы Доджсона не оставили сколько-нибудь заметного следа в истории математики, поскольку его достижения в области математической логики опережали свое время. Кстати, Оксфордский колледж Крайтс Черч, в котором учился, а потом и преподавал Льюис Кэрол, сыграл в фильме «Гарри Поттер» роль знаменитого Хогвартса, школы чародейства и волшебства. Шахматы также занимали значительное место в жизни Чарльза Людвиджа Доджсона. Он активно интересовался важными событиями шахматожизни в Великобритании. Сам играл в шахматы, учил играть в шахматы детей. Сюжет сказки «Алиса в Зазеркалье», которая является продолжением «Алисы в стране чудес», построен на шахматной партии, которую придумал сам писатель. И вот, в 1856 году в колледже появляется новый декан Генри Лиддл. И они начинают дружить. Кэрол становится частным гостем в доме Генри, отца пятерых детей, и имеет великое счастье играть с ними. В 1864 году он отправился с тремя его дочерьми на лодочную прогулку. И не успели они отойти от берега, как девочки наперебой стали требовать сказку. Кэрол оглянулся вокруг в поисках темы для истории. И, внимая требованиям юных дам, сочинил историю, которая впоследствии разрастется в целую книгу «Алиса в стране чудес». Главная героиня той истории – четырехлетняя Алиса Лиддл, которая впоследствии предстояло стать его драгоценной музой. Итак, Папа Алисы – специалист по семантике и толкованию смыслов, как современных британских, так и более древних слов. Владеет несколькими языками, является составителем греческого словаря и входит в сообщество любителей мрамора. Папа Алисы – филолог-классик и лексикограф, знаток античной мифологии и литературы, то есть он может протянуть образы и смыслы из самой древности и связать их с реалиями и образами викторианской эпохи. По факту, он консультант по образам и смыслам. Ну а Льюис – специалист по дешифрованию старых смыслов и образов в новые современные загадки. Он гениально работает с цифрами и шифрами, талантливо составляет требусы, он конструирует из нужных слов и найденных образов яркие сцены и фразы. И вот начинает вырисовываться проект «Алиса в кроличьей норе». Льюис Кэрол находил в образе Алисы удивительную и сводящую с ума чистоту. Кэролу эта маленькая девочка нравилась до такой степени, что он просил ее руки у родителей. Но, разумеется, не в возрасте 11 лет, а через 6-8 лет, по мере взросления, к 13 годам она уже перестает быть тем невинным созданием, которое нравилось Кэролу. Еще же через 5 лет, когда ей стукнет 18, Кэрол сделает уже последний снимок своей музы. Тогда она, уже молодая женщина, пришла к нему в сопровождении своего будущего мужа и заявила, что каждый раз после фотосессии она желала содрать себе кожу, запятнанную следами его вожделеющих глаз. После этого Кэрол уже не смог долго оставаться на одном месте и отправился в путешествие. Даже побывал в России. После поездки он начал писать вторую часть «Алисы в стране чудес» и продолжил свои лекции и семинары. Льюис Кэрол всю жизнь был бездетным холостяком. Возможно, Кэрол не был женат по определенным веским причинам. Знакомые женщины просто не выдерживали некоторых привычек дотошного математика. Например, отправляясь в путешествие, Кэрол предварительно досконально изучал маршрут по карте. Рассчитывал точное время каждого этапа пути, а также необходимое количество денег. Вычисленные суммы раскладывались по разным карманам. Деньги на билет, еду, напитки, чаевые. Точность и определенность – ничего на волю случая. Приглашая гостей, Кэрол рисовал схему рассадки. А после детально записывал, что съел каждый из гостей. Скажете, скупость? Экономия? Вовсе нет. Внимательный к мелочам, хозяин заботился, чтобы в следующий раз гостям не подали то же самое блюдо. При заваривании чая, чайные листья должны были настаиваться совершенно определенное время. Не секундой больше или меньше. И таких привычек у Кэрола было множество. Одним словом, холостой математик. Что же это ты, братец, так распустился? К концу жизни, устав от славы сказочника, а не серьезного ученого, а может быть и по каким-то другим причинам, он даже заявлял, что не имеет отношения к этим книгам. Он умер от пневмонии в 1898 году в Гилфорде, куда он отправился на рождественские каникулы к своим сестрам, таким же одиноким, как и он сам. Он был человеком, чьим хлебом были цифры, чьим богом была логика. А в сердечных глубинах у него жила страсть, которую большинство назовут извращением. Хотя все это осталось недоказанным, недосказанным и недописанным. В свое время королева Виктория заинтересовалась книгой Алиса в Стране Чудес. И попросила придворных доставить ей и другие произведения этого автора. Так сообщают официальные источники. Пожелание властительницы было выполнено, и в ее распоряжении оказалось несколько стопок книг, но все они были посвящены математике. Книга Алиса в Стране Чудес Кэрролла вошла в список 12 самых английских предметов и явлений, составленные Министерством культуры, спорта и СМИ Великобритании. В англоязычных странах знаменитая книга про Алису Кэрролла занимает одно из первых мест по частоте цитат и ссылок, уступая лишь Библии и Шекспиру. Этого странного, по факту асоциального математика-затейника Дитолюба, могли спокойно использовать слепую члены Ордена. Даже если он сам не был в их рядах, он для них был невероятной находкой. Поэтому талантливому студенту-выпускнику сделали шикарное предложение остаться в стенах колледжа сразу профессором. Там у него были все возможности заниматься любимой математикой и логикой. Он наклепал за свою жизнь более 200 томов интереснейших по отзывам занимательных головоломок и математических задач на логику. Он разработал какие-то системы кодов и шифров. В общем, он из тех людей, которым руководство колледжа и их королевские высочества могли спокойно поставить такую задачу, как создать увлекательную книгу, как бы детскую, но философскую, как бы современную, понятную читателям того времени, но связанную с определенной символикой и образами. Также могли быть обозначены по пунктам необходимые для данного проекта опорные точки, которые необходимо засветить в будущем произведении. К примеру, эксперименты со временем и пространством, оккультная символика, нумерологические коды. Читатель должен как бы попасть в параллельную реальность, где не действуют законы этого мира. Вот такая веселая эпоха времен королевы Ви. Но есть одно жирное НО по поводу Кэррола. Это та история, как дитя инцеста выбирает себе подставные имена и как составляет словесные лингвистические шарады в сказке, в которых все время идет то отзеркаливание, то шифровка, то перестановка. Все вместе это старый и излюбленный оккультный прием. Остается со знаком вопроса его фамильярные отношения со своим, по сути, наставником из колледжа, ректором и папой Алисы. И то, насколько близко он с ним сошелся, практически став членом семьи. А как еще это назвать, если ему доверены малолетние девчонки? Он их, по сути, постоянно опекает. Он формирует их сознание. В общем, был ли он членом какого-либо тайного ордена или нет, сейчас определить сложно. Но то, что он стал частью этой машины, продвигая символизм и идеологию, это уже очевидно. Я соглашусь с этой версией, что Кэрол – подставной персонаж, подобранный специально для этой оккультно-магической миссии, через которого не без участия матери королевы произошел вброс во всеобщее пространство оккультного произведения высокого градуса значимости. И дальнейшее его постоянное упоминание в виде оставленных пасхалок в последующих произведениях в кинематографе, засвечивающих намерения за кулисы. К слову сказать, дата рождения Льюиса Кэролла – 27 января 1823 года, по какой-то невероятной случайности, складывается в гематрии в три шестерки. Так что подбирали его по всем признакам, необходимым в знаковых событиях. Гляди, канонизируют его через полторы тысячи лет. Что ты тогда скажешь? Озвучу основные опорные моменты, как я полагаю, через которые можно отследить связь шедевров мирового кинематографа с проектом «Алиса в кроличьей норе». Первое – кролик или Алиса. Обычно бывает девочка или девушка с таким именем, как образ беззащитной невинной жертвы и страха. Подразумевается Гавах. Основным источником энергии для города являются детские крики. И добыть их надо во что бы то ни стало. Капли во флаконе. Изменяющие сознание. Отсылка на адренохром. Где ты это добыл? Неважно. Он абсолютно чистый. С каким же чудовищем ты связался на этот раз? С одним сатанистом. У него может быть только один источник. Это вытяжка из железы, надпочечников, все еще живого человека. Я знаю. Но он никак не мог со мной расплатиться. Человеческую кровь предлагал. Говорил, что вставит как никогда в жизни. Я решил, он прикалывается и сказал, что соглашусь только на 30 граммов чистого адренохрома. Но в крайнем случае, свежий надпочечник возьму. Пожевать. Я уже чувствовал, как эта дрянь действует. Первая волна накрыла, как смесь мискалина и метадрина. Мне захотелось поплавать. Кому спишь? Себе. То есть не сплю. Спишь, спишь. Все вы спите. Сон. Вся история Алисе приснилась. Вначале она уснула, а в конце проснулась. Это отсылка к тому, что мы спим. Что мы в зазеркале, в матрице, в симуляции, которую для нас формируют, к примеру, СМИ и школьное образование. Ты будешь сидеть на железном троне, но сначала нужно принести жертвы. Этого требует повелитель света. Красная королева. Обычно женщина в красном. Это мать, которая тьма. Из которой появился свет и все остальное. В общем, интуиция мне шепчет. Фильм «Замысел» Дмитрия Зодчева. Есть не что иное, как плагиат идеи сюжета Алисы в стране чудес Льюиса Кэрролла. И полная отсылка на кроличью нору. То есть, даже не плагиат идеи сюжета, а как бы это назвать, аранжировка сюжета. Что ты такое несешь, автор? Скажут те, кто... Спишь, спишь, все вы спите. Ну, во-первых, Алиса уснула под деревом и путешествовала во сне. Равно так же, как Сга уснул за чтением Томика Борхиса и во сне попал на вышний ярус. Где и произошла вся история. Во-вторых, за три года прошедших с момента моего первого знакомства с «Замыслом» Зодчева, я все-таки пришел к выводу, что фильм собран на каркас из старших арканов колоды Таро. По аналогии с Кэролом, в кроличьей норе которого, тоже есть карточные персонажи. Это если кто-то не видел главу «Таро» Замысла, то обязательно посмотрите, друзья. Как сказал классик, надо брать музыку у народа и только обрабатывать ее. Так я и делаю. Поэтому, когда сегодня берешь у композитора, это, собственно говоря, берешь у народа, берешь у себя, и главное, чтобы музыка была твоя. И кто говорит плагиат, я говорю традиция. Тогда в чем мудрая история? В чем замысел? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, ясно. А шарки кто такие? Это помесь Харька, Барсука и Штопора Забавные должны быть зверьки Да уж